всем привет вы на канале вкусные истории и я Наталья Михайлова сегодня буду готовить фаршированную картошку в духовке картошка получается очень красивая и вкусная и по настоящему праздничная я вот подготовила картошку картофель желательно брать чтобы она была немножко удлиненная тогда будет удобно и красиво нарезать я буду с помощью вот таких приспособлений это обыкновенный школьный фломастер но он идет зубчиками я вот так вот одну сторону и он разделяется вот так вот я их соединила одну сторону зубчиков вверх одну вниз чтобы не скользила вот так вот укладываю устанавливаю фломастеры и начинаю нарезать нарезаю на расстоянии примерно пол сантиметра вот так вот теперь вот так вот меняю досочку другой стороной чтобы было удобно и режу с другой стороны и вот так вот получается вся картошка у нас прорезана но не до конца картофеля весь порезала теперь буду укладывать вот в такую форму и смазала растительным маслом духовка у меня уже разогревается на 180 градусов пока картошку я укладу в духовку уже нагреется теперь вот так вот каждую картошку смазываю маслом растительным и каждый разрез я тоже смазываю растительным маслом это дело для того чтобы когда мы будем запекать картошку она у нас не склеилась между собой теперь ее солю немножечко прямо так вот сверху сразу солить не нужно потому что картофель выпустит сок и смазывать маслом будет сложно я ее когда почистила картошку и оставила на минут 20 просто на столе чтобы она слегка обсохла картошечка должна быть обсушенной и посыпаю перцем все вот теперь в таком виде я отправляю картофель запекаться в духовку смотрите по своей духовке как картошечка зарумянится это мы ее достанем и продолжим картошечка моя зарумянилась сготовилась видите из-за того что я мазала внутри маслом растительным каждый разрез у меня открытый теперь я беру бекон и в каждого так вот слой буду вкладывать все картошечку я всю начинила все швы все разрезики теперь я беру обычную томатную пасту у меня это крученые помидоры не соленую и вот так вот сверху смазываю можно взять обыкновенную магазинную томатную пасту солить ее не нужно просто вот так вот сверху смазываю и теперь все это сверху хорошо присыпаю сыром теперь еще минут на 20 отправляю в духовку чтобы расплавился сыр ну вот картошка моя готова посмотрите как сыр расплавился какая она красивая теперь я буду перекладывать на блюдо так вот украшаем зеленью вот и все наше горячее к праздничному столу готово оно очень нарядно выглядит очень вкусное и самое главное что несложно его приготовить она готовится быстро просто и И я считаю, что оно займет достойное место на праздничном столе. А я желаю всем приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Продолжение следует...